Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки. Мы приступили к изучению заключительной пятой книги Торы, которая называется «Бомидбар», и наша недельная глава называется «Бомидбар», и мы учим беседу любающего «Ребе», которая называется «Счет как подготовка к дарованию Торы». Итак, глава «Бомидбар», наша недельная глава, связана с дарованием Торы, с праздником Шовоот, который начинается через неделю, в следующее воскресенье вечером. Главу «Бомидбар» всегда читают перед праздником Шовоот. Это требуется, чтобы отделить упреки и проклятия, содержащиеся в главе «Бюху Котай» от дарования Торы. То есть в нашей недельной главе, которую мы сейчас читали, там Всевышний перечисляет проклятие, наказание еврейского народа, если он не будет идти по законам Торы, что может произойти? Но перед дарованием Торы что-то должно произойти такое, чтобы отделить эти нехорошие все пожелания, или даже не пожелания, а угрозы, угрозы от момента дарования Торы. Но поскольку все в Торе, включая соседство одного с другим точно, нужно признать, что чтение главы «Бомидбар» должно предшествовать празднику Шовоот не только для того, чтобы служить паузой между упреками и дарованием Торы, но и потому, что вопросы, обсуждаемые в этой главе, служат подготовкой к дарованию Торы. Итак, глава «Бомидбар» повествует в основном о подсчете евреев, и поэтому еще из-за подсчета в главе «Пинхас» вся книга «Бомидбар» называется «Книга исчисления». Аналогично этому мы можем вспомнить и еще об одном подсчете, связанном с дарованием Торы. Какой? Какой еще подсчет? Счет? Сферата Омер, да? Нужно понять, что есть ценного в подсчетах до такой степени, что это служит подготовкой к дарованию Торы. Итак, следующий подзаголовок. Считаемый не теряется. По поводу причины, по которой Всевышний приказал пересчитать евреев, говорится в Медраше. Евреев можно уподобить пшеницей. Как пшеницу заносят на склад, считая, так и Всевышний постоянно пересчитывает евреев. То есть, все, что дорого человеку, Всевышнему тоже, он пересчитывает, да? Богатый человек, он тоже считает свои запасы, считает свои драгоценности. Ему важно знать, сколько у него. Вот Всевышний считает евреев. Это сравнение непонятно. Человек подсчитывает пшеницу, потому что это дорогая вещь, и ему необходимо знать ее количество. Но ведь Всевышний знает количество евреев и без подсчета. Зачем же он приказал их пересчитать, подсчитать? Об этом сказано в книге Шнейлу Ход Хабрит. Это две таблички, на которых написаны 10 заповедей. Эта идея приводится и разъясняется в хасидских книгах, что за счет подсчитывания евреи приобрели статус, считаемых поштучно. А по закону, считаемый поштучно, не теряет свою важность в смеси с другими. Ведь евреи среди других народов, как овца среди 70 волков, и они могут, не дай бог, раствориться и потеряться среди народов мира. Поэтому Всевышний приказал пересчитать евреев, чтобы они стали считаемыми поштучно. А считаемое поштучно не теряется в смеси. Да, то есть есть такое понятие, что то, что в смеси находится, оно, если, допустим, в мясную кастрюлю попало молочное чуть-чуть, если эта часть меньше, чем 60-я часть всей кастрюли, то оно остается кошерным, можно есть это мясо с молоком, если это меньше 60-я часть. Но если что-то добавляется, то, что отдельно поштучно можно посчитать и увидеть, то его нельзя считать смесью. Поэтому еврейский народ считается отдельно, чтобы он не смешался с другими народами, и он один, как овечка, среди 70 волков. Всевышний охраняет наш народ среди других народов, потому что они, в принципе, готовы напасть все время, но не нападают, потому что Всевышний держит свою руку над нами. И все еще не ясно причина того, что считаемое поштучно не теряется, состоит в том, что подсчет поштучно доказывает важность вещей, а важная вещь не теряется в смеси. То есть не сам подсчет приводит к тому, что подсчитываемая вещь не теряется. Подсчет – это лишь признак, который показывает, что вещь имеет важность. И раз евреи являются такой важной вещью, что положено их считать поштучно, получается, что они считаемые поштучно и без того, чтобы их на деле пересчитать. Зачем же их пересчитывать на деле? Тогда, если так они ценные. Исчисление силы влияния на мир. Как говорилось выше, глава Бамидбар является подготовкой к дарованию Торы. Но то новое, что появилось благодаря дарованию Торы, что появилось нового, это единение верхов и низов, духовного и материального. Заповеди, исполняемые до дарования Торы, не преобразовали материальные вещи, с которыми эти заповеди исполнялись, и не делали эти вещи святыми. Дарование Торы наделило евреев силами, чтобы посредством исполнения заповедей они духовно очищали и возвышали мир и преобразовывали его в святость. То есть до дарования Торы все, с чем человек соприкасался, оно не принимало святости. То есть сказано про Авраама вину, что он накладывал тфелин еще до дарования Торы. Он брал какие-то дощечки, привязывал к руке, привязывал на голову, а потом выкидывал их, потому что эти предметы не проникались святостью. После дарования Торы у нас появилась возможность освещать материальные предметы. Если я беру вот стакан, и вот у меня тут чай, я хочу выпить чай, да? И я скажу, что я, допустим, следующий шаббат у меня нету бокала для того, чтобы сделать кедуш, и я возьму вот этот стакан и буду делать кедуш, то после этого стакан это привлекает особую ценность, он как бы освещается, он особый стакан, он не такой, как другой стакан, потому что я с ним выполнил заповедь. После дарования Торы служение евреев состоит в том, чтобы превращать мир в обитель святости, так, чтобы сам этот мир превращался в жилище ему, Всевышнему, то есть благословенному. Поэтому необходимо, чтобы статус евреев, их ценности, силы были таковы, чтобы мир это ощущал. Если бы важность евреев ощущалась лишь в духовном аспекте и не проявлялась так же в материальности, даже этого было бы достаточно, чтобы не раствориться и не потеряться в окружающем их мире. При этом у мира не было никакой власти, чтобы препятствовать им в их работе над собой. Но при этом у них не было бы достаточно важности и сил, чтобы повлиять на мир. Поэтому нужно было на деле пересчитать евреев, чтобы их важность выразилась явно, ощутимо в материальном мире, и только тогда у них будет сила, сила и достаточная важность, чтобы повлиять на материальный мир. То есть на основе этого становится понятна связь главы Бамидбар, да, нашей недельной главы, с дарованием Торы. Благодаря тому, что евреи были на деле пересчитаны, их статус на деле проявился в мире, они стали способны превращать мир в святилище для Бога, что является целью дарования мира. То есть наша цель принести в этот мир больше света, больше святости и освещать все то, что мы делаем божественным знанием. Всего доброго и хорошей недели. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok